Сейчас вот здесь в эпизоде должен быть Гришин выйти один в один. И он тогда, по-моему, забил победный гол. Олег Казиков – болельщик со стажем. Сейчас на экране икра 15-летней давности, а он помнит ее поминутно. Олег рассказывает, в этом матче Сибскана и Кузбасса нашу команду представляли одни из лучших игроков того поколения. Такие выводы Олег делает, исходя из своего опыта болельщика иркутского хоккея. За 30 лет у него накопилось множество атрибутов и символов иркутских команд разных лет. Появилось даже свое личное место на стадионе труд. Ну вот он наш пятый сектор, наше место, где мы уже в течение 30 лет болеем за локомотив, за Сибскану и теперь за Байкал Энергию. Причем таких вот именных мест на труде масса. Некоторые ряды закреплены даже за целыми районами города. Такой подход к традиции иркутских болельщиков. Олег подчеркивает, наблюдать за любимым клубом с одного и того же места, конечно, хорошо. Однако всему сообществу болельщиков города хотелось бы иметь память обо всех спортивных подвигах игроков родного края. Какой-то музей или какое-то издание, которое бы обобщило, свело воедино все. Всех тех людей, память о тех людях, которых уже, к сожалению, нет. Нет память о тех людях, которые играли, прославляли иркутский хоккей, хоккей с мячом в целом. Вот то, что поможет всем неравнодушным детально восстановить более чем 90-летнюю историю игры с мячом и клюшками в Приангарии. Книга под названием «Иркутская история». Это энциклопедия зарождения и становления Бенди в Сибири. На страницах этой книги собраны абсолютно все знаковые имена, события и факты с 1923 года и по сей день. В издании есть даже такие материалы, которые никогда ранее не демонстрировались широкой общественности. Книга содержит совершенно уникальные материалы. Например, на этом черно-белом фото изображена сборная Иркутска по футболу, которая в том числе и играла в хоккей с мячом. Так, в 1926 году эта сборная стала чемпионом и в одном виде спорта, и в другом. Не было бы иркутской истории, если не грядущий чемпионат мира по хоккею с мячом. Книгу разрабатывали на протяжении года. Благодаря турниру на создание и печать книги было выделено чуть более 2 миллионов рублей. И теперь ни один факт из жизни иркутского хоккея точно не будет забыт и утерян. «Мало того, что сделана статистика за эти 90 лет в этой книге, рассказано практически о всех людях, которые причастны к истории иркутского хоккея. И вот эта книга, буквально накануне чемпионата мы сделаем ее презентацию». Благодаря этому изданию у Олега Казикова и других преданных болельщиков появится возможность прикоснуться к истории народной игры. Путеводитель по иркутскому хоккею поступит в продажу в дни проведения чемпионата мира. Приобрести его можно будет в сувенирных киосках близ стадионов, принимающих матчи. Артур Харламов, Александр Барановский, Евгений Шарыпов. Новости сегодня.